Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы обсудим статью, которая называется «Философские дисциплины в школе». Собственно, наверное, вы понимаете, что я сторонник того, чтобы включить философию в школьную программу, поскольку это определенно поможет детям развить свое мышление. Философия школьникам нужна, но они ее абсолютно лишены. Философия – это фундамент для любой сферы, это основание для осмысления любой области. Без философии нет науки, искусства и даже политики. Согласитесь, нелепо изучать какие-либо науки, не зная их философию, поскольку философия – это фундамент. Философия исторически задала определенные тенденции, в том числе науки и искусству, конечно же, тоже задала. А если мы исключаем вот эту последовательность, если мы исключаем одно из другого, в общем-то, если мы не даем детям изучать философию до того, как они начнут изучать науки, мы просто путаем их, мы не даем им возможности осознать историческую преемственность. И не только историческую преемственность, да и вообще сам процесс философии от них уходит, сам процесс мышления. Это крайне губительно, крайне губительно. Недостаточно изучать какие-то формулы, какие-то теории, чтобы стать хорошим физиком. Недостаточно изучать просто сложение, вычитание и прочие операции, чтобы стать хорошим математиком. Это все поверхностное изучение. Если науки хотят быть поверхностными, то в школе нужно оставить все как есть. А если мы хотим углубляться дальше, то нужно способствовать внедрению в школы различных дисциплин. Например, основы мышления. Под основами мышления я понимаю такие занятия, которые могли бы научить детей или хотя бы некоторых из них свободному созданию теории на основании некоторых предпосылок. На этом занятии нужно поощрять любое продуктивное мышление. Вероятно, научить ему нельзя, но можно способствовать его развитию и мотивировать юных мыслителей, если таковые в классе имеются. Это определенно важно. Отсутствие таких дисциплин и наоборот попытка задвинуть все продуктивное мышление в школе приводит к тому, что у нас просто с каждым веком все меньше и меньше крупных мыслителей. То есть, да, люди меньше придумывают, людей становится больше, образование становится больше, больше становится образованных людей, но мыслящих людей становится все меньше. И даже интеллигенты, большинство интеллигентов, они не обладают, собственно, продуктивным мышлением, они не владеют основами мышления как такового. Они просто воспроизводят определенное количество интеллектуальных шаблонов без основ мыслей. Вот что у нас происходит. Многих добивают, собственно, всех мыслителей и добивают уже в школе. В школе сознание ребенка и только формируется. Обыкновенно человек вследствие этого формирования остается без малейших признаков продуктивного мышления. Более того, современная система учит презирать продуктивное мышление и философию. Как же мы должны научить не презирать продуктивное мышление, а наоборот, ну вот-вот, да, человек может придумать что-то новое. Ну, хорошо, отлично. Это тоже своеобразная работа, и эта работа в итоге строит целые культуры, целые науки может строить, целые области искусства может создавать с нуля. Если мы будем этому мешать, то просто замедляется развитие всех сфер без исключения. А без этой дисциплины что у нас будет? Да, продуктивное мышление будет оставаться презираемым, а люди, которые имели потенциал для мышления, в итоге так и останутся завлены на свои границы. А вот и также важный предмет, который нужно преподавать в школе, это история философии. Историю философии, конечно, следует упрощать. Древних, например, можно не упрощать. Древние философы просты. До Платона, до Платона все довольно-таки просто. Изучить все это даже в начальной школе вполне возможно с некоторыми оговорками. Например, фразы вроде «все есть вода», «все есть огонь», «все есть земля», «все есть воздух» осознаются детьми довольно-таки просто. Они пропитаны, собственно, вот этой вот стихийной культурой. Она есть в мультипликации, она есть в играх, она есть в детских фильмах. Это мифология. Мифология стихий, она присутствует. И нет никаких преград, которые мешают детям ее понять. Вот взрослые мешают. Эти визуальные теории досократиков, они легко воспринимаются детьми. И это правильно. С другой стороны, есть теории абстрактные или очень сложные. Очень сложные теории познания, например, у Канта. Ну или у Гегеля очень тяжелая теория в целом для школьников. Конечно, их можно упростить специально для школьного образования. Но и что важно-то? Что важно? Почему мы должны преподавать историю философии? А потому что без истории философии ребенок не знает историй методов. Без истории философии ребенок не знает историй методов, именно научных методов. О науке он проходит. Он не знает, как формировалось мышление. Он не знает, что было до науки, что было во время ее становления, как философы дополняли научное знание, какие теории вообще существовали. Например, никто не знает теории юма из детей. И в университетах многие их не узнают. Университетского образования очень мало. И там очень примитивная история философии. Мы не можем просто так оставить все на университетское образование, когда студент уже приходит к философии полностью образовавшись. Он воспринимает всю философию просто как набор сказок. То, что не может ее понять, и то, что ему все это кажется уже излишним. Ему нравится одна система. Одна система, которую он изучал с самого детства, и которую он любит, которую ему в школе преподавали. Все, а все остальное ему кажется чепухой. Такой подход, который у нас сейчас, это типичный религиозный подход. Это догматический подход к обучению. И у человека нет альтернативы чаще всего. Конечно, он может вырваться из этой системы, но он не знает куда, он не знает историю философии, он не знает альтернатив. Он не может их разработать, поскольку основа мышления, потому что ему мешали мыслить всю жизнь. Он не может найти каких-то альтернатив философии, потому что он не знает историю философии. А если изучал ее в университете, то чуть-чуть, настолько мало ее опознал, что вообще не имеет никаких особых представлений. Вот и получается, что, например, поэт, который не знает, что такое риторические фигуры, что они, вот самые эти самые риторические фигуры, они разработаны софистами и доработаны Аристотелем. А он не знает, как это все возникло, он просто это использует. Ну, вот так, так принято. То же самое ученые, которые используют эмпирические методы. Откуда они взялись? Кто их вообще сделал? Зачем они нужны? Просто, да, просто догма эмпирического метода. Все, все познается эмпирически. Так, так, заведено. Смиритесь с этим. Это глупо. История философии показывает истоки наук, культуры и религиозных учений. Изучать это все без философского контекста значит изучать каждую сферу в отрыве от той реальности, в которой она формировалась. Эта неизменно приводит детей, уже после взрослых, людей к очевидно неверному, то есть поверхностному и наивному пониманию тех сфер, которой они занимаются. Ну, собственно, верно, да. Собственно, да, надо изучать все это. Надо изучать, что, например, математика, которая прошла через изучение Пифагора и Платона, ну, тоже часть философии, как бы метод физика. Физика, так как она до начала времени, и даже некоторую часть нового времени, она причислялась к философским дисциплинам, и так далее, так далее, так далее. Философия – это часть человеческого знания, и тем более та часть, которая лежит в самом начале. Просто избегать начала истории, потому что в нем много разнообразных теорий – это нелепо. Водный курс по логическим системам Востока и Запада, а также упрощенная теория аргументации. Очень важный предмет. Школьникам его вообще принципиально не хватает. Они не умеют спорить, и студенты потом не умеют спорить. И когда студенты, студенты университетов доходят до логики, если доходят, если какие-то курсы и доходят, то у них полгода обучения логики на очень маленьком курсе. И они не успевают научиться использовать эту логику. Понимаете, мы живем в мире, где высшее образование не может обеспечить нам логически развитых студентов. Кроме того, кроме того, одной логики европейской мало. Существуют другие аргументационные системы, логические системы, ньяя логика, китайский подход к аргументации. Все это тоже нужно учитывать. Чтобы у человека, опять же, был выбор. Чтобы он видел альтернативы. Как люди спорили в одном месте, как люди спорили в другом, как они спорили в Европе. Это вообще важно, не важно. Чтобы они могли оценивать, чтобы у них были аргументы, чтобы они могли отвечать другим людям. Особенно если мы говорим о студентах, имеющих высшее образование. И преподавать это все начинать следует уже в школе. Говорить о пользе логики не имеет смысла. Да, изучать одну математику в отрыве от философии еще и без логики, ну, это предельно странно, честно говоря. Да уж, да. Этика. Этика очень важная дисциплина. Мы должны знать историю эстетичных... А, этика. Мы должны знать историю этических учений. Мы понимаем те учения подэтическими, которые повествуют о нравственности и морали, о добре, злее или об их отсутствии. То есть, главная тема – это мораль. Большинство людей живет в моноэтическом мире, в котором только их мораль и убеждения они же считают правильными. Это очень ограничено. Незнание этики приводит к таким последствиям. В школе это необходимо. Человек должен знать, что существуют другие этические системы. И должен, ну, понимать, что с этим как-то нужно иметь дело. Если он просто не знает, для НИФО появление какой-то новой этической системы становится всегда шоком. Он такой, о, господи, о, какие аморальные вокруг люди, какие же все ублюдки, какой я молодец. Кроме того, без этической, собственно, на базы невозможно оценивать литературные произведения, да и жизнь свою трудно оценивать. Непонятно, как вообще дети обходятся без этики, поскольку многие писатели, например, просто занимаются определенно чтениями морали. Как дети оценивают вот эти вот чтения морали? Кто-то воспринимает это наивно, кто-то верит, кто-то, наоборот, глупо отрицает. Ну, можно же умно отрицать. Можно понять критику, можно понять, чем занимаются этические дисциплины, понять, как вообще с этим функционировать. Эстетика. Эстетика тоже наука, которая нужна в школе, по крайней мере, раз уж там литература присутствует, раз уж там какие-то другие искусства присутствуют в школе, рисование раз там присутствует, как можно все это делать без эстетики. Эстетика, ну, в данном случае, история эстетических учений. И под эстетическими учениями понимаются учения о прекрасном или ужасном. А без эстетики невозможно понять литературу, музыку и прочие дисциплины, касающиеся вопросов прекрасного. Дети нередко изучают их в школе на дополнительных кружках, но ничего при этом не зная о прекрасном. То есть у них нет концепции прекрасного, нет концепции гармонии, они просто читают. Просто вот классика. Читая их, все, норм. Пойдет. Очень безответственный подход к обучению в целом. Кстати, да, именно в школьные годы активно формируется представление о прекрасном как следствие и вкусе. Крайне неэффективно давать науку о вкусах уже в юном возрасте. Изучать теорию вкуса нужно с детства. Во всем их многообразие. Ну, пусть и упрощенно, конечно. Чтобы у человека, опять же, были альтернативы, чтобы он мог выбирать. Просто выбирать. Чтобы он не тупо вот так вот присмотрел в книгу и впитывал в себя то, что ему сказали. А то, чтобы он мог развивать свой многогранный вкус и понимать большее количество авторов. Это просто необходимо. Аксеология. Философская дисциплина, посвященная понятию ценности. Опять же, человек должен понимать, что у него существуют ценности. У него есть свои ценности. У кого-то есть другие ценности. Эти ценности могут отличаться, собственно. И ценности другого человека не всегда совпадают с твоими. И этих ценностей огромное множество. Изучать ценности в школе, изучать ценности других людей, это же колоссальная польза. Колоссальная польза для понимания. Я не понимаю, почему их просто нет. Ну и раз уж мы проходим науки, науки в школе, то нам необходимо также пройти вводный курс по философии науки. Я не понимаю, почему в школе все это игнорируется. Почему мы не изучаем в школе какие-то основы научного метода. Почему все это преподается так поверхностно, так глупо, так механистически. Причем мы можем... В школе дети проходят сложные операции, сложные математические какие-то абстракции, решают какие-то сложнейшие примеры. Ну, не то чтобы совсем сложнейшие, но довольно-таки тяжелые. Особенно в русских школах, в которых образование непомерно тяжелое. Оно без надобности слишком, слишком, слишком усложнено. Почему бы не упростить и не дать людям вот понять, чем они конкретно занимаются, сформировать их цель. Чтобы они опять же могли выбирать даже между наук. Почему они хотят заниматься там биологией, или почему они хотят заниматься физикой. Где, какой метод. Какие вообще основные научные методы. Какие принципы у науки. Ну, как, как, как без этого можно просто заниматься наукой. Я просто пришел решать задачи по физике. Так что тупо. Это же, это нереально тупо. Нельзя изучать науки, не разобравшись в их фундаменте. По-моему, это все настолько очевидно и настолько глупо игнорируется, что у меня даже слов нет по этому поводу. Что без этой дисциплины? Абсолютное непонимание научного фундамента и как следствие мистификации понятия науки, научного метода и образа ученого. Проблема в том, что даже многие научные сотрудники не совсем понимают, чем они занимаются. Вызбрав методику одной частной науки, они не видят картины в целом, что обедняет их научное мировоззрение. И это непонимание научного фундамента закладывается с детства. Впрочем, когда ученый изучает водный курс по философии и науки, когда он защищает кандидатскую, у него есть минимум, минимум особый кандидатский, он должен его сдать. Этот минимум обычно преподается крайне халявно и на него всем плевать, ученым на него плевать, они понимают, что им пятерку скорее всего поставят. Очень просто. И сдадут какой-нибудь рефератик глупенький, ну и все, на этом закончится. Никто не будет их дергать, никто не будет их, собственно, как-то напрягать. Хотя, вот это вот основа, основа любой науки. Я, честно говоря, не понимаю, как все это можно игнорировать. Я полагаю, в школу уже давно пора ввести философию. До этого просто у нас будет поверхностное образование, поверхностное, глупое, бессмысленное и очень тяжелый, очень тяжелый отбор, конечно, людей, которые дойдут вот до вот этого, до философии непосредственно. И когда они до нее дойдут, когда они до нее дойдут, тогда, в общем-то, мы и получим талантливого ученого, который понимает науку в целом и может работать в своей специальной области. И дело не только в ученых, конечно, дело в деятелях искусств, дело в философах, дело в людях мыслящих и претендующих на интеллект. пока у нас таких очень мало и становится все меньше и меньше и меньше и вообще интеллигенция мельчает из-за того, что у нас нет философии. Философия теряет свой авторитет со временем. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»